...четнутая. Зато я полечу прямиком в полицию нравов. Полицию нравов? Ну да, этот взяточник полицейский застукал меня с вены под одеялом. Боже мой! Слава Богу! Виктор, вы еще здесь. Дай мне, пожалуйста, ключи от своей машины. Машины зачем? Ты что, не слышал? Наш таксист удрал. А мне нужно ехать на аэропорт. А я иди не дам мою машину, она мне дорога. Пять тысяч. Десять. Два дня назад он мне дарился за него, а цельщик не давал больше пяти. Поднять цены, подскочи. Семь. С половиной. Договорим. Прошу, спасибо. Но вы же сказали, что миссис Пёртин свободу выйдет. Да, инспектор, она просто не совсем готова. Так вот так, идите вашу смаячницу. Так я пойду подроблю к Жейну. Замечательная мысль, Аделаида. Аделаида? Аделаида. Ну и есть сестра, сестра. А кто же еще? Сестра. Да-да, а вы стала быть супруг сестры? Ну стала быть, да, супруг. Ну да, вот, естественно, я, вот и мы, мы оба из Австралии. Какое совпадение? Что, вы тоже из Австралии? Это я тоже из Австралии. Ты из Австралии? Да. А то ты не знаешь, что я и моя жена, мы оба из Австралии. Ты двояд жена Дж... Женив Епа. Да-да-да. Перси женат на сестре жены моего права. Так, внуточку, я хочу кое-что уточнить. Потом Перси, потом помоги Аделаиде. Скажите, а он уже в курсе? В курсе, я ему сообщил. Что ты мне сообщил? Что, мистер Генри Перкинс, мертв? Мертв? Это в каком смысле? Его тело было найдено у Южного моста. У Южного моста? Он был связан и застрелян. Связан и застрелян. Ну вот именно, ну... А, так вот поэтому он так плохо выглядит. Совершенно верно. Я просто намекнул, что Генри неважно выглядит, а сейчас он плохо выглядит. Все, связан и застрелян. Но, понимаешь, Генри... Как его осознают? Понимаешь, Перси? Генри опознали только потому, что при нем был его чемоданчик. А, чемоданчик. Да, да, да. Дипломат. В котором были записаны книжка, деловые бумаги и недоеденный бутерброд. Да? Теперь все ясно? Ну, конечно. Боже. Бедняка Джейн, она должна быть убита горем. Да? Счастью, рядом оказался родственник ее супруга. Так, минуточку. Мне казалось, что родственник ее супруга это я. И ты тоже. Но только по другой линии. А-а-а! Перси женат на Аделаиде. А-а-а! Сестра Джейн. Да, 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 да. То есть Перси... Зять. А я... Я брат ее мужа Генри. То есть я дед. Да. У Джейн два близких рост. Перси. Арчи у нас... Бабу Мэггер. И он все время в разъездах. Да, понимаю разъезды. Какая уж тут близость. И вот теперь Арчи с нами нет. Он уехал. На Манчестер. А не в Ливер. Нет. Манчестер. А, помню его Манчестер. А вот и я. Ты смотри, Перси. Он вернулся. Ну, честно говоря, ну не могу я вот там сядь и уже хотят вас... Конечно, не можешь. Мы тебя понимаем. Скажи, Перси. Естественно. Взял. И вернулся. Честно говоря, мы тебя не ждали, Арчи. Прости. Как ты сказал? Арчи. Мы тебя не ждали. А, вернулся? Значит, все-таки близкий. Опа. Арчи. А вы не знакомы, случайно? Еще не знакомы. А вот познакомься. Инспектор Слейтон из полиции. Из полиции? Южный округ. Ах, южный. Арчи Перкинс. Мой старший брат. Его старший брат. И девяту. Его жены. Старший девят. Да. Это хорошо, что вся ваша семья собралась. А как же, инспектор? Но ведь ты, Арчи, хотел уехать. Да, в Манчестер. Хотел. Но мне у вас так понравилось, что я уезжал. А вот в этом нет никакой необходимости, скажи, Перси. Естественно, но абсолютно никакой. Так что ты еще можешь успеть на поезд. А по возвращении я возмещу теперь все твои расходы. Ну, ты же знаешь, Фредди, я не спешу. У меня сейчас выходные. К тому же он, видимо, захочет остаться и на похороны. А у нас еще и на похороны. А Рамкистер вам еще не сообщили. Да в общих чертах деталей они не вдавались. И Дима Фредди ему тоже сказал, что Генри неважно выглядит. Так вот, Арчи, если в подробностях, то новости скверные. Наш бедный Генри умер. Ай, утопия. Его тело было найдено в Темзе у южного моста с двумя пулевыми отверстиями в затылке. Я не поступила от двух выстрелов в затылке. А сейчас я жду миссис Перкинс, чтобы поехать в морг для официального опознания девушки. Ну что, Арчи, теперь ты, разумеется, останешься на похороны. Конечно, Фредди, так же я могу пропустить. Значит так, я тут пока разберусь с инспектором Личей, а вы вдвоем с Перси пойдите переговорить, на какую сумму ты сможешь рассчитывать по замещанию бедного Генрия. Хорошая конструктивная мысль. Естественно. Почти, брат, проясни кое-какие темные места. Так, сейчас разберемся с моей Астериной в морг. Сейчас. Джейн! Джейн! Ну? Что, Джейн? Возьми себя в руки. Джейн, возьми себя в руки. Я ложусь спать. Опять и спать? Не ложусь спать, ты идешь с инспектором в морг. Для морга не следовало бы переодеться. Да мне плевать, я не еду. Я ложусь спать и не с инспектором, с астерином. Джейн, возьми себя в полиции. Да? В конце концов, Генри нуждается в тебе. Да? Чихала я на Генри. 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 Вы не хотите дать трубку? Нет? Ошиблись номером. А откуда вы знаете? По звонку слышу. Не верите? Можете убедиться сами. Алло? Кто вам тоже? Сима Тарси? Нету. Ошиблись номером. Говорил инспектор. Да. Инспектор. Я пока разберусь с Чейн, а вы подождите ее на улице. Видите, она во власти эмоций, сама не в себе. Понимаю. Но, пожалуйста, поторопите ее. Мы давно должны быть в морге. Генри. Разумеется, инспектор. Она скоро выйдет. Прошу вас. Понимаю. Скажите, а может быть вызвать врача? Нет, нет. Тут и так уже много народу. Прошу вас. Генри. Генри в морге Южной больницы, а здесь Фредди. Здесь никого нет. Ладно, что случилось? В общем, тебе это будет стоить еще двадцать тысяч. Двадцать тысяч? Да. За что? Десять тысяч за то, что он забудет про браки в Генри, Перси и Арчи. Вы гад, а? А еще десять тысяч. По пять с каждого из нас за то, что он забудет про наши игры под одеялом. А вот это уже надо. Чего должен за тебя платить, а? Генри. Она открылась в туалете. Ты права, она чокнутая. Ага. Включила там радио на полную громкость и не отзывается. Она вообще сегодня, мне так кажется, с ума сошла. Ладно. Сначала мы расплатимся с этим вот хапутом. Это как? Да, инспектор? Мне тут мозг пришла. Интересно, какая инспектор? В принципе, для этого вовсе не обязательно именно несуспорки. Для чего для этого? Для опознания тех. По закону. Если физическое или моральное состояние супруга не позволяет это сделать, опознание может провести любой близкий родственник. Ну, хотя бы вы, я, опознать Генри? Нет, не за что. Не за что. Нет. Ну, тогда любой другой близкий родственник. Ну что, я никогда в жизни. А по-моему, Перси это очень хороший вариант. Но я не могу. Почему? Через пять минут летим в Австралию. Следующим рейсом полетите. Ты что бы я в этом трубе опознал Генри? Никогда в жизни. Ну, Перси, дорогой, почему ты не хочешь? Тебе хорошо заплатят. Заплатят? Ну что вы, миссис, за это никакой платы не положите. А вот Перси могут заплатить, так сказать, покрыть его дорожные издержки. Да какие тут издержки? Да его только до госпиталя добраться. Да. До госпиталя. Ну, из Австралии. Инспектор, дайте нам пять минут, мы это обсудим в честном семейном кругу. Он поедет. Ну, хорошо. Мистер Браун, даю вам пять минут. Через пять минут вы выходите, садитесь в мою машину и едете в морд. Виктор, прошу тебя, ну съесть его. Да ни за что. Виктор, почему ты не хочешь? Генри сказал, что заплатят тебе. Конечно, заплачу, наличными. Дело не в том, как заплатишь, дело в том, сколько? Десять. Тридцать. Двадцать. Двадцать. Двадцать две. С половиной. Договорились. Так, Митя, пока мы тут занимаемся этими финансовыми расчетами, притащи-ка ты сюда Джейн. Так оно ж закрылось в туалете. Ну так что, вы ломай дверь. Ну ты серьезно? Я с удовольствием. Стой. Тридцать. Хап, ну как? Черт этот пугов. Сейчас все. Ну так, начнем. Ну что, вы решили, а я что-то слишком долго жду. Да, инспектор, мы тут решаем один финансовый вопрос. Так сколько ты сказал ему? Двадцать. Двадцать тысяч. Все верно. Держите. В принципе. Хочу сказать, мистер Перкинс, что иметь дело с вами десять, двадцать, двадцать, да. Было весьма приятно. Я счастлив. А, кстати, Перси тут обмолвился, что вы в Барселону собираетесь? А вот кое-кому здесь требовало держать язык за зубами. Думаю, в Испании вам понравится. Будете чувствовать себя как дома. А что там, полно англичан? Нет, жуликов. Да. Там жулики, здесь полиция, неизвестно, что хуже. Смело оставаться. Да. Спасибо, инспектор. А, но мне! Да. Семь с половиной тысяч за машину, двадцать две с половиной тысячи за морки того. Тридцать тысяч. Да знаю, знаю. Вот как ты можешь брать деньги за помощь другу, а? Я как с друга, я как с родственника. Давай, включи. Давай. Так, а отправляйся с инспектором в морд. И запомни, не выходи из машины, пока ты там не окажешься. Живи. Я не хочу. Живи. И пойду. И пойду. Виктор, я хочу, чтоб ты звал твоя жена, Выломала дверь в нашу ланну и оскорбила меня от действия. Джей. Надевай пальто, мы ей летим в Барселону. Я не хочу в Барселону. 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 Я её не выговариваю. Хорошо. Тогда оденешься в машине Виктора. Чего это в машине Виктора? Потому что за тридцать тысяч Виктор едет в морд. Что ты здесь сидишь? Чем ты занимаешь? Должен быть давно в мордке. Пересчитывали. Ты меня не обсчитал. Да вот и чудно. Виктор в морд. Генри в бра... Мы в Барселону, а я в постели. Джейми, прошу тебя, оденешься тогда в самолете. Чего меня никто не слышит? Я не желаю всю жизнь болтаться в Барселоне под именем Миссис Симодансик. Все! Ты меня достала! Я лечу в Барселону без тебя! Один! Понятно? Ничего, ничего. Быстро найдешь себе там какую-нибудь сеньору. А что думаешь, мне найдут? Да любая из этих женщин могла бы счастлива полететь со мной в Барселону и начать свою жизнь сначала! Ой! Назови хоть одно имя! А чего назови? Бетти Джонс! Да стоп, я не понял! А что, если Генри позовет меня, то я согласна? Генри, пусть она сейчас же уберется отсюда! Скажи! Бетти! Ты сейчас же уберешься отсюда! Со мной в Барселону! Виктор, ты все понял? Я не до конца! Минуточку! А как же я? А что ты? Ты же идешь спать! Так что я не знаю, что сказать! Ну подождите! Вы не можете! Я не могу! Мне нельзя тут оставаться! Завтра появится этот мальчик! Да! А вот у меня создалось впечатление, что ты просто жаждешь с ним познакомиться! Так что я не знаю! Что тебе предложить? Пойдем! А есть выход! Какой? Ты поедешь к нам домой и будешь жить там с лицом! Так постой! А она там будет в безопасности! Так постой! Постой! Минуточку! Вы еще не в Барселоне! Виктор! Мне будет спокойнее, зная, что ты рядом! Я не согласен! Виктор! Ну ты же современный уже! Ну да! Современный! Ты вот иди туда, инспектор! Тебя ждет в морге! А нас кем-то ждет! Ну все! Да! И нам всем нужно торопиться! Отбейте паспорт у тебя с собой! Дома! Заедем за ним по пути в аэропорт! Да! Заодно и джим забросим! Одевайся, милочка! Вы что? И как вы готовы? А нам сказали, что вы умчались! А я и умчался! Потом посмотрел на счетчик! Там уже тридцать четыре фунта! Итак! Я везу в аэропорт мистера и миссис Браунт! Верно? Нет! В аэропорт еду я! Ну ладно, поехали! Ну я еду в машине мистера Джонсона! А вы везете миссис Перкинс! В аэропорт! Нет! На Клэпхим Роунт к миссис Джонсону! Постойте! Постойте! Значит вы отправляетесь в аэропорт! А ваша супруга отправляется домой к миссис Джонсону! Да, мил! А я теперь там живу! Бетти! А где там у тебя пижамка? А я без пижамок! А правда? Как это интересно! Слышал, Генри? Большая экономия! Итак! Я везу вас и миссис Перкинс по домой, верно? Нет! К нам домой едет миссис Перкинс! А я лещу в Барселону! В Барселону? Да! А! Понял! Значит вы с вашей супругой тоже отправляетесь в Барселону? Нет, мил! В Барселону летит моя жена! Я ей еду в морг! В морг! А вы! А я в Барселону! С женой этого парня! Да! Вот именно! Вот! Подождите в машине! Молодцы! Красиво! Как же я прозипал эту сексуальную революцию! Ну что? Все готовы по машинам? А я готова! Виктор, ты поедешь наконец в свой морг! О! Между прочим, ты получил за это деньги! И немалые! Что ж! Морг так морг! В конце концов, это не самое плохое место на Земле! Послушайте, мистер Браун! Мистер Браун! В Перси это к тебе обращается инспектор! Да-да-да, я его слушаю! Я, кажется, дала вам пять минут! Я уже почти собрался, все! Слишком долго собираюсь, мистер Браун! Мне это начнется чертило в конце концов! Я больше вас ждать не намерена! Я уже выхожу, все! Поздно! Где ваша стоящница? Розалинда, она в этом, в Эдинбурге! Да, она спрашивает про жизнь! Да-да! Про жизнь! Про дистрицу вашу! Пройду вдоволкой конечку, которая победит со мной можно под нами телом, хоть что-то того или нет! Ай, не надо с ней! Возьмите меня! Я очень хорошо трупы опоздал! Да, мужа, миссистор Миссу не совсем готова! Да, обжревала я на это! Пойдите и скажите ей, что она едет с тобой в горке немедленно! У вас был трудный день, инспектор! Присядьте, пожалуйста! Да, не хочу я присаживаться! Я хочу взять миссис Перкинс, выйти из этого дома и ехать в горк! Я хотел предложить вам немножко чаю! Я не хочу! Я не такого чая в горке едет миссис Перкинс! И если она при виде убитого захочет устроить истерику, это ее личное дело! Пойдите и скажите вашей сети, что через минуту она должна быть у меня в машине, иначе я ее арестую! Но миссис Перкинс не в состоянии! О, закройте рот и отправляйтесь в вашу австралию! Вашим парам! По началу казалось такой нежелый! Виктор, прошу тебя! Отправляйся за ней срочно! И не выходи из машины, пока ты не окажешься в морге! Так, у нас времени в обрез! Джейн! Нам нужно выйти! Минуточку! Ты готова! У нас 45 минут до регистрации! Прошу тебя! Я подумала, что при данной ситуации это несправедливо! Что это? Нам надо поделить деньги! То есть, как это поделить? Очень просто! Поровну половину нам с Бетти, половину нам с Виктором! 50 на 50! Ты же не хотела обратить ей несчастные деньги! А это когда он приехал со мной! А теперь братом едет с тобой! Очень хочу! Ай, я не согласна! Бетти, а по-моему это будет справедливо! Ты так считаешь, да? Да! Ну давай, тогда собирайся быстрее! Иначе мы опоздаем на регистрацию в Барселону! Мама! Мама! Что случилось? Бутербродика! Никто не хочет! Какого бутербродика? Сыра! Что твой дипломат? Ты можешь объяснить, что случилось? Что случилось? Что случилось? А случилось то, что твой муженек сейчас в машине с инспектором Светтом, у которого... У которого... У которого... В руках дипломат, с которым миллион семьсот пятьдесят тысяч! Боже мой! Это катастрофа! А я прям как-то сразу протрезлила! Я извиняюсь, господа! А сумка отправляется в аэропорт или домой к миссис Джонсон? Я надеюсь, вы еще не передумали туда ехать? Ну, не передумала... Ну, я просто уточняю, в аэропорте на Clapton Road! Это не важно! Как не важно? Это же в разных концах! Это все равно! Да вы тут из меня шизика сделаете! А... А вы? Вы еще не передумали ехать с этим в Барселону? Это вас не касается! Боже мой! У меня было все! Деньги Барселона, Пермуды, обмен женами по бартеру и все в аэропорту! Птичка улетела! С понедельника снова на работе! Какой крылатый офис! Генри! Не расстраивайся! Ну что, я значит, вот так и не попаду в Барселону? У вас телефон звонит! А мы не глухие! Алло! Это индийская домовая кухня! Тадж-махал кухня! Доставка индийской еда на дом! Вся еда! Пури, чипати, паджи, кори! Большое спасибо! Похайпай! Я сегодня не то, что с ума сверкнусь! А ты еще кто? Не важно! Алло! Кто? Не живет здесь никакая Сима! Не живет мистер Пекинс! Элгар Веню 42! Все пропало! Он знает тоже адресе! Скоро будет здесь! И что? Что ты теперь скажешь мистеру Мачиле? Что я скажу! Что я скажу! Что я скажу! Я скажу, что мы разорены! А его миллион семьсот пятьдесят тысяч находятся в чемодане инспекторской! Миллион семьсот пятьдесят тысяч! А этот мистер Мачиле отдаст мне мои тридцать... Уже тридцать пять пунктов! Пусть чайные! Ха-ха-ха! Урянкович! Генри! Виктор! Ты здесь? Да! Где инспектор? Там на улице! А чемоданчик? Какой чемоданчик? Без деньгами! А вот же он стоит! Да нет! Это мой! Это тот, который с бутербродом? Ну да! Инспектор перепутал и взял не тот! О, ни фига себе! Это ж надо как-то его обратно поменять! Где он? Кто? Чемоданчик? Да нет! Инспектор! Да вот скорую вызывает! Скорую! А что случилось? А, да! Я же для этого вернулся сказать, что когда наш инспектор выскочил из дома, сел в машину, начал сдавать назад, стукнул в ваше такси! Что?! Ваше такси стукнуло в мою машину, а моя машина сбила прокоживаться! Не то, что с ума сойду! Надо что-то делать! Иначе через двадцать минут инспектор Слейфа окажется придирать! Мистер Мачило будет здесь, а вот мы сейчас с вами будем в Морчо, что Мачило уже узнал твой ад! Да! Боже, когда?! Четыре минуты три секунды назад! Какая разница! Он уже на подходе! Я уже вызвала скорую и вынуждена подождать здесь, пока она приедет! Миссис Боркинс, у вас есть домашняя аптечка? Есть! Отлично, принесите! Так, Аделаида, я думаю, нам пора ехать в Австралию! Да! Перси, наши овечки заждались нас, давайте будем прощаться! Не с места! Мистер Браун не покинет место происшествия! Вы можете понадобиться в качестве свидетеля! Ладно, мы не поедем! Как это не поедем? А если я на самобилу опоздаю? А вы-то чего волнуетесь? А как мне не волноваться? У них же там в Австралии ферма, овечки и огнятки пойдут! Скажи, перси! Боже, пожалуйста! Благодарю вас! Надо что-то делать! Надо срочно отсюда сматываться, пока не явился мистер Мочила! Виктор, давай возьмем их к себе! С ума сошла! А что, у нас там ужин готов, индейка есть, салат, мороженое? Постой, постой! Тебе что, индейка из Барселоны перестала нравиться? Ну, как же так? Инспектор! Ну как там? Там серьезно? Когда прохожего взбивает автомобиль, это всегда серьезно! Я же говорил инспектору, у вас сегодня был трудный день, да? Да, ну, хорошо, да! Скажите, инспектор, а вы точно сегодня попадаете в морг? Да! Миссис Браун? Да! Миссис Браун, мы едем с вами в морг, как только в морг врач осмотрит травмы этого парня! Как скажете, инспектор! Инспектор, но вам ведь действительно необходимо подкрепиться, у вас ведь и правда был трудный день! Инспектор, вы проявили столько сочувствия, мужества и терпения ко всей нашей родне! Из-за моей терпимости к вашей родне я потеряла уже бог знает сколько времени! Моя родня этого не забудет! Инспектор, а я не могу пойти с вами и помочь нам, Петя! Не стоит! Прошу всех оставаться на местах! Где ты, Генри? Где ты, Генри? Я снова попаду в Барселону! Петя! Барселона снова на повестке дня! Генри! Я решилась! На что ты решилась? Я еду в Барселону! Как ты решилась? Петя, ты не будешь против себя работать с нами? Пускай лететь! Минуточку! А со мной что будет? А с тобой! А тебе инспектор Девенпорт предъявит обвинение в сексуальном разврате! Да шучу! Шучу! Если Дженри едет, тебе тоже есть смысл ехать и присоединиться к нам! Да! И нам нужно торопиться, пока сюда не явился Мачила по кличке Сима Данси! Всем добрый вечер! Я уже думал, что вы в Манчестере! А мы уже все так думали! В ближайший поезд после полуночи! Я решил заехать к родственникам, поддержать их! А в этом нет никакой необходимости, инспектор, мы сами! Отлично справляемся со своим несчастьем! Да! А авария возле вашего дома! А мы уже этим занимаемся! Вы? Значит это вы сбили прохожие? Нет, я не виноват здесь! Все вы так сначала говорили! Ну ладно, не волнуйтесь! Сиди-ка на тротуаре за голову держится! Слава Богу! А вот сейчас ваша информация, инспектор, ну ничего не стоит! Может быть самое малое, сколько бы там тысячу! Мистер Пяткинс, все это разовое выполнение! Я думаю, есть смысл взять меня на зарплату! То есть? Возьмите меня с собой в Барселону! В Барселону? Да ни за что! Да в качестве кого вы вас должны взять? Вам нужен надежный охранник! Там полно жилья! Да! В отличии от Лондона! Что на это скажет ваша начальство? Мой начальник будет только рад! Я с ним открою там охранное агентство! А это разумный Генри! Вдруг эти люди начнут преследовать нас и там! Ты думаешь? Да! Хорошо! Вы приняты! Паспорт у вас при себе? Ну не смешите! У меня всегда при себе их несколько! Отлично! Тогда выйдем через черный ход к машине мистера Брауна! Давайте скорее подорожимся! Поместимся! Да поместимся! Поместимся! Тем более это не машина мистера Брауна! А моя машина и очень дорогая! Давайте будем дорогая! Мистер Пяткинс! Господи! Это не кончится никогда! Мы опоздаем на регистрацию! В чем дело Бен? Он Бел! Невадно! Давайте мы с вами черным ходом выйдем! Что значит мы с вами? Я решил! Поеху с вами! Куда? В Марселону? Да что вас все куда тянет! Как что? Известно что! Мои денежки! А что такое? Вы другим платите, чтобы они язык за домами держали? Взьму! Я только что нанял охранника! Ну а теперь наймите водителя и садовника! А я думала вы женаты! Ой! Я и женат! Но в Барселоне она меня искать никогда в жизни не догадается! У нас будет уже шестеро! Вот и отлично! Туристическим группам с кем-то на билеты! Да не об этом я! Как мы поместимся в одну машину? А у меня есть идея! Я дам вам 50 фунтов, вы поедете за нами на такси! Ах! 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 Ну что мы стоим? Поехали! Куда? В Барселону! Билл! Вы что? Совсем тупой? Вы что? Не видите что? У нас все пропало! Инспектор Слейтон забрал все деньги! Это похоже вы совсем тупой! А я все денежки из института! Сумочку переправил! Аплодисменты! Вы стыдны! Внажный! Сумочку! Внажный! Ура! Аплодисменты! Поехали! Аплодисменты! Поехали! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы шлем самые теплые и дружественные пожелания. И я хочу поблагодарить всех наших актеров еще раз. Спасибо! 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 Приходите еще раз. Приглашайте своих друзей завтра в последнюю премьеру нашего спектакля. Приглашайте друзей, приятелей. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...